Марченкова Лариса Александровна, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и куртологии «Москва. Роль микронутриентов в лечении реабилитации коморбидных пациентов с COVID-19». Очень актуальная тема на сегодня. Пожалуйста, Лариса Александровна, мы вам даем слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемая Оксана Андреевна, Владимир Викторович. Действительно, за прошедший 2000 год и за текущие месяцы 2021 года новая коронавирусная инфекция COVID-19 стала, пожалуй, ведущей глобальной проблемой здравоохранения во всем мире. Как мы помним, полтора года назад, в январе 2020 года, ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Это стало беспрецедентным вызовом для врачей, для пациентов во всем мире. Давно мы не помним подобных инфекционных эпидемий на нашей памяти. И очень важно, что новая коронавирусная инфекция может сопровождаться тяжелым течением, приводить к тяжелой пневмонии, цитокиновому шторму, ДВС-синдрому. Зачастую требуют лечения в отделении реанимации, интенсивной терапии, даже назначения искусственной вентиляции легких. В связи с этим COVID-19, как все вы знаете, ассоциирован с высоким риском смерти, особенно у коморбидных пациентов старше 65 лет. Ну вот я собрала статистику вот только что, на 22 мая 2021 года. В мире было зарегистрировано на этот день почти 167 миллионов зараженных COVID-19, из них 3 миллиона 359 тысяч погибших. В России зарегистрировано почти 5 миллионов зараженных. Я знаю, что вот два дня назад была статистика, что уже более 5 миллионов, и в том числе 118 тысяч погибших. Обратите внимание, что достаточно высокий процент выздоровевших пациентов после новой коронавирусной инфекции в мире, 138,5 миллионов зарегистрировано выздоровевших больных. Но очень важно, что вот этот факт отрицательного теста на коронавирус, который у нас регистрируется как выздоровление, не является фактом освобождения от клинических симптомов коронавирусной инфекции. Было показано, что очень много пациентов в течение длительного времени, иногда месяцев, имеют последствия коронавирусной инфекции, иногда выраженные симптомы, которые значимо влияют на качество жизни и работоспособность. И вот этот симптомокомплекс был назван синдромом постковидных нарушений для обозначения комплекса персистирующих симптомов, которые могут развиваться у пациента после перенесенной коронавирусной инфекции. И даже в МКБ-10 специально был введен код для регистрации этого процесса, да, О-099. Ну, очень много исследований в разных странах было посвящено распространенности и тяжестью синдрома постковидных нарушений. В частности, было показано, что в течение двух месяцев после выздоровления две трети пациентов с легким, средним, тяжелым течением отмечают сохраняющиеся жалобы, основную потерю обоняния, одышку, общую слабость. В другом исследовании было сообщено, что через три месяца после выписки у 64 пациентов присутствуют патологические симптомы, в том числе у 71% рентгологические изменения, 25% снижение жизненной емкости легких. Еще в одном исследовании было сописано сохранение усталости у половины пациентов через 10 дней после, 10 недель после выздоровления, обратите внимание, это 2,5 месяца, да, вне зависимости от тяжести и течения. Интересно, было проведено испанское исследование, оно показало, что половина пациентов, перенесших COVID-19, имеет остаточные симптомы через 10-14 недель после начала заболевания, рентгологические и пирометрические изменения наблюдаются в 25% обследования, респираторные и неврологические симптомы исчезают только через 16-18 недель после начала заболевания, при этом не было выявлено факторов, которые бы значимо влияли на выраженность и длительность присутствия синдрома постковидных нарушений. В связи с распространенностью данной патологии в настоящее время уже сделана классификация данной нозологии, в частности, предложено классифицировать подострые проявления синдрома постковидных нарушений на три варианта. Остаточные симптомы, которые сохраняются после выздоровления от острой инфекции, дисфункция органов и систем, которые сохраняются после выздоровления и даже, возможно, появление новых симптомов или синдромов, которые развиваются после бессимптомной инфекции или заболевания в легкой форме в периоде реконвалисценции. Было предложено классифицировать многогранную клиническую картину синдрома постковидных нарушений на четыре основные группы симптомов. В частности, это гипоксический синдром, который проявляется в дыхательной кислородной недостаточности, астенический синдром, проявляющийся общей слабостью, низкой толерантности к физическим нагрузкам, синдром психоневрологических нарушений, куда включается снижение настроения, депрессия, ухудшение когнитивных способностей, анасми, нарушение сна. И, наконец, гастроинтестинальные симптомы, выражающиеся в диспепсии, дисбокстериозе, что особенно часто бывает после применения массивной антибиотикотерапии, повышение уровня печеночных ферментов, искажение, снижение вкусовых ощущений. Вот присутствие этих симптомокомплексов, да, как вы видите, очень широкий спектр клинических проявлений синдрома постковидных нарушений у пациентов, перенёвших COVID-19, должно являться как раз и точкой приложения для комплексных реабилитационных мероприятий. Ну, важно понимать, что особенно актуально применение реабилитации именно у пациентов старших возрастных групп, старших 65 лет, с коморбидной патологией. Ну, вот 8 исследований с участием более 46 тысяч пациентов с COVID-19 показало, что наиболее частые сопутствующие патологии у таких пациентов являются артериальная гипертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательной системы. Ну, как вы видите, выделены группы повышенного риска как в отношении тяжёлого течения COVID-19, так и в плане развития синдрома постковидных нарушений. Это лица 65 лет и старше, люди, живущие в медицинских учреждениях, в домах престарелых, инвалидах, люди любого возраста, тяжёлым ожирением, плохо контролируемыми коморбидностями, сахарным диабетом 2 типа, почечной недостаточностью, заболеваниями печени, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями лёгких, в том числе тяжёлой бронхиальной астмой, с проблемой иммунной системы. Ну и, конечно, беременные женщины, да, должны находиться под наблюдением на сегодняшний день, это тоже группа риска. Ну, я эндокринолог и, наверное, остановлюсь всё-таки вот на эндокринной патологии, как такой значимой карморбидностью пациентов с COVID-19 и, конечно, сахарный диабет. Вот недавно были выпущены методические рекомендации по организации специализированной медицинской помощи взрослым на усиление с сахарным диабетом в условиях новой коронавирусной инфекции. Авторский коллектив возглавил главный эндокринолог, московый профессор Анциферов Михаил Борисович. Там сказано, что у пациентов с сахарным диабетом инфицирование COVID-19 встречается в 10 раз чаще, чем в здоровой популяции. Смертность вследствие осложнения COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом достигает 16%. Но вот исследования в основном были сделаны в Китае, это еще ранние работы. Сказали, что сахарный диабет способствует более тяжелому течению коронавирусной инфекции и также, обратите внимание, значительно повышает риск смерти при заболевании COVID-19. Кроме того, была показана тесная взаимосвязь между диабетом и тяжелой вирусной пневмонией на фоне COVID-19. В частности, тяжелый исход, смерть, госпитализация в отделении интенсивной терапии и назначение искусственной вентиляции легких в три раза выше были у пациентов с сахарным диабетом, чем у пациентов без диабета. Чем обусловлена вот такая тесная корреляция тяжелого течения COVID-19 с сахарным диабетом? Ну, во-первых, мы помним, что у пациентов с сахарным диабетом вообще повышенный риск развития инфекции по причине дефектов врожденного иммунитета, особенно у пациентов с сахарным диабетом первого типа, а также в связи с гипергликемией, с наличием тяжелых осложнений. Кроме того, имеется повышенный риск развития тяжелых инфекций по причине повышенного уровня цитокинов у пациентов с сахарным диабетом, что тоже доказано. Ну, здесь приведен потенциальный механизм влияния сахарного диабета на повышение тяжести течения COVID-19. И таким образом, вот такие коморбидные пациенты, да, в частности, да, на примере пациентов с сахарным диабетом, они попадают в порочный круг между диабетом, да, и коронавирусной инфекцией. То есть, с одной стороны, они имеют повышенный риск заражения и повышенный риск тяжелого течения COVID-19, с другой стороны, что важно, вирусные инфекции, в том числе COVID-19, может приводить и до компенсации сахарного диабета, затяжелять течение вот этого заболевания. Еще один фактор риска – это ожирение. Было показано, что пациентов с ожирением восприимчивость к вирусным заболеваниям может быть увеличена. И, кроме того, мы знаем, что с ожирением ассоциируется множество сопутствующих патологий и осложнений. Опять же, сахарный диабет, артериальная гипертенция, дисрепетемия, бронхиальная астма, абструктивное апноэ сна. Таким образом, было показано, что 94% умерших пациентов после COVID-19 имели либо ожирение, либо ассоциированное с ним заболевание. Принципы комплекс восстановительного лечения коморбидных пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, должны входить в методы лечебной физкультуры, аппаратной физиотерапии, больнилогические процедуры, дыхательная гимнастика. Также важной составляющей реабилитационных мероприятий для таких пациентов должна быть комплексная нутритивная поддержка. Важно, что коррекция нарушения питания, в том числе витаминной и микролутриентной недостаточности, играет существенную роль для лечения и реабилитации пациентов с COVID-19. И вот, кстати, на эту тему Институтом питания выпущено несколько методических рекомендаций, которыми сейчас пользуются врачи и реабилитологи, в частности мы. Диетотерапия у пациентов с COVID-19 должна способствовать скорейшему восстановлению, повышению защитных сил организма. Из рациона питания должны быть исключены быстро усваиваемые углеводы, то есть продукты с высоким гликемическим индусом, сахара, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки, стимуляторы аппетита, консервы, копчености с шоколад, а также овощи с большим содержанием грубых клетчаток, такие как редька, редис, бобовый хрен и чеснок. В период заболевания рекомендуется потреблять 20-30 килокалорий на килограмм в пункте в зависимости от тяжести заболевания. Ну вот, например, пациентам с тяжелым состоянием, да, сопутствующими заболевания рекомендуется 27-30 килокалорий на килограмм в день, то есть даже более высокие показатели калорийности. При назначении диеты коморбидному пациенту, перенесшему COVID-19 и поступившему в стационарную реабилитацию, необходимо также учитывать коморбидный статус, аллергонамность пациента и выбирать диету, применяемую при данном виде патологии. Кроме того, таким пациентам для подбора диеты терапии может быть даже рекомендована консультация врача-гастроэнтеролога и диетолога. Ну, в среднем рекомендуется не менее 830 миллиграмм гелка на килограмм массы тела в день, содержание жиров должно состоять 8-85 миллиграмм, углеводов 350-400 грамм в сутки, жидкости до 1,5-2 литров. Общая энергетическая ценность рациона должна составлять где-то 2500 калорий в день. И в восстановительный период после коронавирусной инфекции рекомендуется принимать комплексы поливитаминов, аскорбиновую кислоту и для укрепления стенки сосудов рекомендуется витамин В. Ну, вот мы только что опубликовали в журнале «Вопросы питания» систематический обзор, посвященный данному вопросу. И здесь приведены дозировки витаминов и микронутриентов, которые должен содержать рацион пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в периоде медицинской реабилитации. Ну, безусловно, важное значение имеет витамин D, потому что он, во-первых, является фактором риска развития многих заболеваний в пожилом возрасте. Есть ряд доказательств, что дефицит витамина D увеличивает частоту и тяжесть COVID-19. В частности, у пациентов с коронавирусной инфекцией дефицитом витамина D отмечается более высокий уровень смертности. А вот, например, в странах Северной Европы, где наблюдается низкая распространенность дефицита из-за того, что проводится массовая популяционная профилактика препаратами витамина D, в них отмечена более низкая смертность после коронавирусной инфекции. Кроме того, есть данные, что добавки витамина D помогают снизить риск развития тяжести в течение вирусных инфекций, и существует обратная зависимость между частотой инфекцией верхних дыхательных путей и уровнем гидроксивитамина D в сыворотке крови. Ну, на самом деле, эффект витамина D, вот, профилактически лечебный при коронавирусной инфекции, пока клинических исследований не доказан. Но, тем не менее, все-таки рекомендуется пациентам с новой коронавирусной инфекцией принимать от 2 до 5 тысяч международных единиц витамина D, в том числе предполагается, что прием витамина D может снизить риск развития тяжелых коронавирусных инфекций, в том числе ассоциируясь с острым респираторным дистресс-синдромом. Данный доклад поддерживается компанией News Media, которая является дистрибьютором биологически активных добавок и витаминных комплексов высокого качества, НАУ, ну, в частности, да, донатора витамина D может служить препарат НАУ-ребежироспечательский 1000 мг, содержащий витамин D 3-10 мг в одной капсуле, а в том числе витамин А и жирные кислоты, да, семейства Омега-3. Также крайне важно обеспечение достаточным уровнем витамина С. Пациентам в период реконволюценции рекомендуется 1-2 г витамина С в сутки, поскольку это мощный оксидант, который может инактивировать активные формы кислорода, да, тем самым защищая биомолекулы, белки, липиды, нуклеотиды. Известно, что витамин С снижает риск заражения вирусными инфекциями, уменьшает степень тяжести, уменьшает сроки заболевания, да, также обладает антигистаминными свойствами. Но есть данные, да, что витамин С, в частности, в сочетании с витамином П, может увеличивать секрецию интерлекина-10, да, и подавлять выработку интерлекина-6, то, что снижает активность воспалений и риск развития цитокинового шторма на фоне COVID-19. Также было показано, что у пациентов с острой формой COVID-19 дополнительное значение витамина С снижает сатурацию кислорода, а также в клинический пример описан, что значение витамина С даже способствовало быстрому разрешению острого респираторного дистресс-синдрома. Ну, в качестве донатора витамина С можно рекомендовать нау-витамин С-500, который содержит как раз не только 500 мг витамина С, но и витамин П, да, комбинация с которым, как вы видели, подарен международных исследований, является наиболее предпочтительной у пациентов с коронавирусной инфекцией. Также важными микроэлементами в рамках нутритивной поддержки пациентов с COVID-19 являются магний, цинк, витамины В, в частности, дефицит магния ассоциируется со снижением активности иммунных клеток и усилением воспаления, в том числе за счет продукции интерлекина-6, что является центральным элементом патологии цитокинового шторма при COVID-19. Также было показано, что магний может играть роль в благоприятной взаимосвязи между уровнем витамина D и исходами COVID-19. Многие зарубежные работы рекомендуют именно магний, содержащий добавки пациентам коронавирусной инфекции, для повышения устойчивости к вирусным инфекциям, в том числе COVID-19. Также для пациентов, перенесших коронавирусной инфекцией, важны добавки цинка, поскольку было показано, что добавки цинка влияют на продукцию интерлекинов, важный фактор гуморального воспаления, таким образом обладая иммуномодулирующими свойствами и влияя на риск инфицирования COVID-19. Кроме того, есть данные, что добавки цинка могут уменьшать симптомы, связанные с COVID-19. В частности, было высказано предположение, что эти эффекты связаны с ингибированием репликации вируса. И вот в Австралии в настоящее время зарегистрировано и начато клиническое исследование для определения эффективности внутривенного введения цинка пациентам с коронавирусной инфекцией. Также важны витаминные группы В, их предлагают использовать у пациентов с коронавирусной инфекцией для поведения аберрантной иммунной активации, которая может привести к цитокиновому шторму, а также в качестве антитромботических агентов. Очень интересен комплексный препарат НАУ, тримацин, матный В6, который как раз содержит все эти эффективные компоненты, необходимые для пациента с COVID-19. Немножко в заключение, буквально 2 минуты, я хотела бы остановиться на роли селена. Было показано, что он играет важную роль в антиоксидантной защите, и существует корреляция между уровнем селены и показателями из лечения COVID-19. В частности, это было показано. НАУ селину с этой целью может быть использован. И также важную роль играют полиненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3. Согласно экспертному заключению Европейского общества парадерального питания, их использование может улучшить сатурацию кислорода у пациентов с COVID-19. Более того, было показано, что у лиц с высоким индексом омега-3 жирных кислот риск умереть от COVID-19 на 75% ниже, чем у пациентов с дефицитом этого нутриента. Ну вот омега-3 мини-капсула является прекрасным донатором омега-3 жирных кислот. Вы видите, выпускаются в разных тезировках, могут приняться таких пациентов. В заключении, хотела бы сказать, что по индивидуальным показаниям возможно назначение при пробиотиков. Прием метабиотиков способствует устранению микробиома, нарушению микробиома кишечнику и, в частности, поддержанию структуры и функции гепатоцитов. Науин-элин-прибиотик, 227 грамм, препарат, который может использоваться по данным показаниям. Таким образом, потребление достаточного количества витаминов и минеральных веществ критически необходимы для обеспечения правильного функционирования иммунной системы и поддержания функциональных резервов организма. Было показано, что дополнительный прием витаминов В, Д, С, цинка, магний, селена и омега-3 поля ненасыщенных жирных кислот может быть полезным как для профилактики инфицирования, поддержки иммунитета во время болезни COVID-19, так и в процессе реабилитации пациентов с синдромом постковидных нарушений. Важно рекомендовать пациентам с COVID-19 биологически активные добавки с пищей с более высоким содержанием этих микронутриентов. Однако все-таки важно понимать, что необходимо дальнейшее исследование для уточнения эффективных дозировок и все-таки истинной роли микронутриентов для таких пациентов. Большое спасибо.